МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герой Советского Союза Наджав Кул Рафиев и национальный герой Азербайджана Анатолий Давидович. Казалось бы, что может связывать этих двух людей, родившихся с разницей в 50 лет? Как оказалось, это общая миссия – борьба против фашизма. В первом случае немецкого, а во втором – армянского. А еще оба эти героя с разницей в 50 лет воевали за родные друг для друга места – Белоруссию и Азербайджан. Но обо всем по порядку. Наджав Кул Раджабя Леуглу Рафиев родился 22 марта 1915 года в Нахчеване. Свою службу в вооруженных силах он начал в 1935 году в рядах 77-й азербайджанской горно-стрелковой дивизии. На тот период стрелковых дивизий от Красной Армии существовали отдельные танковые роты, которые оснащались легкими танками Т-26. На один из таких танков попал служить Наджав Кулу Рафиев. Вначале он был командиром башни и затем механиком-водителем легкого танка. Через три года, в 1938 году, Наджав Кулу Рафиев, уже в звании старшего сержанта, командовал легким танком Т-26. В этом качестве он был направлен для прохождения дальнейшей службы в Киевский особый военный округ. С началом войны Киевский особый военный округ подвергся наиболее массированному удару вермахта. В бою 26 июня 1941 года Наджав Кулу был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. После излечения от полученного ранения в сентябре 1941 года танкист Трофиев был направлен командованием в Харьков на формирование 3-й танковой бригады. В июле 1942 года 3-я танковая бригада была выведена в резерв в Ставке Верховного Главнокомандования, а Наджав Кулу Рафиев был направлен в город Сумгаид. Формировался 258-й отдельный танковый батальон. На вооружение этого танкового батальона поступала американская техника. Это были танки средний Ли Грант и легкие танки Стюарт. На один из таких танков должность командира танка был направлен на Наджав Кулу Рафиев. В дальнейшем 258-й отдельный танковый батальон был направлен в северную группу войск Закавказского фронта и принимал участие в битве за Кавказ. Батальон прошел большой боевой путь, участвовал в боях под Моздоком, но в феврале 1943 года в ожесточенных боях понес очень большие потери. Из 22 танков батальона в строю осталось лишь 5. Рафиев, хорошо освоивший американские машины, был направлен в 140-ю отдельную танковую бригаду Закавказского фронта, где ему предстояло командовать американским танком «Шерман». Ему также было присвоено первое офицерское звание «младший лейтенант». В звании младшего лейтенанта Наджав Кулу показал себя бесстрашным танковым командиром и совершил свой первый подвиг. В ходе боев на Украине при освобождении Донецкой области в августе 1943 года Рафиев проявил исключительную отвагу при взятии деревни Дмитриевка. В ходе штурма этого укрепленного района танк «Шерман» под командованием Наджав Кулу Рафиева штурмовал в высоту 120.7. В ходе этого боя танкисты и экипажи уничтожили один немецкий танк, противотанковое орудие, два расчета с танкового пулемета и до более чем взвода пехоты немцев. В мае 1944 года Рафиев получил новое назначение в 1-й механизированный корпус. Здесь младший лейтенант Наджав Кулу принял под командование танковый взвод 3-го танкового полка 37-й механизированной бригады корпуса. В июле 1944 года корпус был передан 1-му Белорусскому фронту и принял участие в стратегической наступательной операции «Багратион». В начавшихся летом боях, наступательных сражениях операции «Багратион» взвод под командованием Наджав Кулу Рафиева отличился особо. Так, в ходе освобождения деревни Моисеевка танкисты под командованием Наджав Кулу Рафиева совершили фланговый обходной маневр немецких позиций и с неожиданной для немцев стороны ворвались в деревню. В результате немцы в панике покинули свои позиции, были захвачены богатые трофеи. Кроме уничтоженной техники и личного состава немецкой части, был захвачен в целости и сохранности штабной автобус этого подразделения, которое защищало деревню, со всей его документацией. В результате деревня была полностью очищена от противника, и командир танкового взвода Наджав Кулу Рафиев был награжден вторым орденом Красной Звезды. В ходе продолжающегося наступления войск фронта танковый взвод под командованием младшего лейтенанта Рафиева штурмом взял сильно укрепленный оборонительный пункт противника «Селище». В наступательном бою была полностью уничтожена батарея противотанковых пушек, три из танковых пулемета и до 30 человек живой силы противника. Танкисты продолжили наступление. В районе переправы Зубареневец-Руды здесь было уничтожено два самоходных орудия «Фердинанд» немецких, несколько противотанковых орудий, захвачены опять-таки большие трофеи. В ходе боев получил ранение и вышел из строя командир танковой роты. В этот момент лейтенант Наджавкуло Рафиев, не колеблись, принял командование танковой роты на себя и в дальнейшем, в ходе наступательных боев, руководил действиями танковой роты. Танковая рота под командованием Рафиева, пройдя за сутки более 45 километров, сходу овладела переправой через реку Птич, а также перерезали шоссе Бобруйск-Слуцк, лишив врага пути к отступлению. В ходе боя за шоссе было захвачено 20 автомашин с военными грузами, две легковые автомашины, а также был убит немецкий генерал, не пожелавший сдаться и оказавший упорное сопротивление. 27 июня 1944 года рота Рафиева стремительным ударом овладела деревней Городок. В ходе боя было уничтожено 20 автомашин, обоз из 1100 повозок, свыше 100 солдат и офицеров противника. 2 июля 1944 года танкисты Рафиева стремительным броском продвинулись вперед в направлении на Барановича на 30 километров, разгромили пехотный батальон врага и освободили населенные пункты Ленина. Немецкие карательные отряды, отступая, уничтожали деревню вместе с ее жителями. Партизаны не в силах были воспрепятствовать фашистам, и тогда они обратились за помощью на Джавку Рафиеву. Единственная свидетельница тех событий Тамара Павлова до тех пор с чувством гордости помнит подвиг Рафиева. Дорога была за 20 минут пройдена, эти 20 километров, и наутро мы вдруг почувствовали гул танком. Смотрим, танки возле этого дома нашего стоят. И вышел такой весь черный, с усиками Рафиев. Бросились его целовать, эти женщины. И он говорит, ну, я вас освобождаю, говорит, но задерживаться я не могу. Нас ждут барановичи. Подвиги командира танкиста были высоко оценены командованием. Указом Президиуму Верховного Совета СССР от 28 сентября 1944 года младшему лейтенанту Наджавку Лурачабяле Охлу Рафиеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Свой славный боевой путь Герой Советского Союза Наджавку Лурачабяле Охлу Рафиеву завершил участием в Берлинской наступательной операции и в штурме столицы Третьего Рейха. Спустя 10 лет после победы Наджавку Лурачаби вместе со своими боевыми товарищами решили побывать в тех местах, которые они освобождали в 1944 году. Они выбрали для себя маршрут Бобруйск, Слуцк, Барановича и Брест. А в деревне столбцы Рафиева встречали те, кого он спас от неминуемой гибели. Вот в столбцах на площади они остановились. И мама смотрит Рафиеву, подбежала к нему, обнялись, поцеловались, обменялись адресами. И он говорит, Ольга Васильевна, задерживаться я не буду, говорит, пойду со своим полком до Бреста. Но переписку мы с вами будем продолжать. И до смерти Рафиева мама продолжала с ним переписку. После смерти она уже писала его жене. И так эта дружба все время у нас держалась. Дружба между Рафиевым и мамой. Подвиги азербайджанского танкиста до сих пор с большим уважением вспоминают не только в Баку, но и в Белоруссии. Каждый год в мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате 9 мая Дня Победы, в школах Белоруссии чтят память Герой Советского Союза Наджавкулу Рафиева. Когда Беларусь была в трауре, не видела проблесков тьме, явился Рафиев и тот же же помог белорусской земле. Он признан Героем Отечества, но славных солдат-командиру, и бился за то, чтобы вечно славянский народ в мире жил. Скончался Наджавкулу Рафиев через 10 лет после победы в 1955 году. Кто бы мог себе представить, что еще через 10 лет в 1965 году в освобожденной Наджавкулу Рафиевым от фашистов территории родится будущий национальный герой Азербайджана Анатолий Николаевич Давидович. В 100 километрах к югу от Минска находится город Слуцк, которому в 2016 году исполнилось 900 лет. Этот город известен своими писателями, режиссерами, художниками, драматургами. Но для нас, азербайджанцев, этот город дорог тем, что здесь жил национальный герой Азербайджана Анатолий Давидович. Сегодня здесь проживает мать национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича, которую нашей съемочной группе удалось найти после долгих поисков. Узнав о том, что мы приехали из Азербайджана Азербайджана и снимаем документальный фильм о ее сыне. Кима Андреевна Давидовича рассказала о детстве и юности любимого сына, об отце героя Николая Давидовича, который тоже носил форму и работал в органах МВД Белоруссии. Характер был у моего сына, но очень хороший, спокойный. Он помогал мне во всем. Потом пошел в школу, он в шесть начало, в седьмой год был, в городе Солигорске. Там проучился до 73-го года в Солигорске. Потом мужа перевели в Слуцк начальником милиции. Анатолий пошел в школу, в десятую школу, в город Слуцк. В 1982 году Анатолий Давидович окончил среднюю школу номер 10 в городе Слуцка. Преподавателем и одноклассникам он запомнился как отважный и смелый юноша. Есть параметры, по которым ученик в школе характеризуется. Это, в первую очередь, дисциплина и учеба. Я ввел физику и астрономию в него. Дисциплинированный ученик – это первое. Ну, где-то сидел на третьих родах примерно в выпускном классе. Занимался на 4,5 по физике и астрономии, но увлекался больше физикой. Интересно то, что он любил эксперимент. В то время в школе было много часов, где практически были занятия. То есть проводить опыты. Вот даже 14 уроков физических практиков для класса подготовить надо было много приборов. Так вот, он после уроков выделился тем у меня, что подходил Иван Павлович, разрешите, мы с вами подготовим следующий урок. И вот мы брали за приборы, расставляли, готовили следующему уроку, и он уходил домой. Но зато уже на уроке он выполнял первым, и потом уже у меня как общественный лаборант. То есть был первым помощником. Подходил, я уже ему разрешал ходить по классу. Вот, и у него по физике вот отличная оценка. Он увлекался больше, ему нравилось, тогда была начальная военная подготовка. С удовольствием посвящал. Там же и автоматы изучали, разбирать, собирать его на скорость. Все это ему нравилось. Потом играли, готовили игру «Зорница», военно-патриотическая игра. Активно принимал участие в этой игре. Они выезжали, были сначала городские соревнования, потом районные, потом областные. И вот я не помню, то ли на областных, то ли на республиканских они первое место заняли. И с таким дожгновением радостно приехали. Но вот военное дело ему нравилось. Но потом и пошел уже в военное училище. Одноклассники с улыбкой вспоминают его веселые юношеские проделки. Рассказывают о его удивительной легком характере и дружелюбии. Он был таким очень добрым парнем. Мы тогда все воспитывались в советское время. Я думаю, вы помните, что нас воспитывали в духе товарищества, дружбы, взаимопомощи, уважение к старшим, ну и так далее. То есть мы были именно такими. Ну и Толя был, собственно, он не был хулиганом. Учился достаточно успешно, без каких-то там взлетов и падений. Ну, достаточно ровно учился. Мы же всегда ездили на сельхозработы, вот, собирать картошку. Это наше было любимое время. Мы всегда ждали, скорее бы сентябрь прошел, только чтоб на картошку поехать. Вот. И как мы девочки? Ага, смотришь, вот этот мальчик, этот мальчик. Толя, Толя, отнеси, пожалуйста, ведро. Вот он нам всем ведра носил. Мы собираем, Толя носит. Ну, такой вот хороший, очень позитивный мальчик. Потом я, да, уже мы выросли, у него папа работал в милиции, в паспортном столе, а я выходила замуж за военного, и надо было быстро сделать документы. Ну, я так подошла, я говорю, Толя, там у тебя папа работает, надо как-нибудь. Он говорит, Людочка, никаких вопросов. Я папе скажу. Мы пошли, все, у меня за два дня был готов паспорт, и мы с мужем улетели к месту его службы. Его можно характеризовать как добрый, открытый, надежный, хороший, дружелюбный, целеустремленный, романтичный человек он по натуре. Он, кстати, очень хорошо читал стихи, вот когда нам задавали вот на литературе, очень все замечательно. Говорю, у него голос такой вот мягкий, такой вот располагающий, он всегда, и вот он всегда, знаете, как будто застенчивый. Не как будто, в смысле, застенчивый, как будто ему неудобно, что ли, вот такой вот стеснительный. А все-таки армия, наверное, сделала его вот более смелым. Ну, это вот мое, может, детское впечатление такое. Вот он реально, он всегда такой, Толя, Толя, там, ну хорошо, я там села, ну хорошо, вот всегда вот как-то так, ну хорошо, и голову на бок. поэтому хороший мальчик парень мы с ним как-то ездили что пацаны за сусликами в копольский район там у него родственники то ли у мама то ли отца я не знаю вот мы там сусликов ловили хотели чтобы у нас суслики жили где же они будут жить но в итоге мы их выпустили прямо там в поле но сам факт мы их ловили ночь ночевали возле костра и потом к нам костру подошел пастух который коней и лошадей пас там разрешил нам покататься на лошадях мы впервые в жизни покатались на лошадях это тоже запоминающийся случай я помню до сих пор его окончив среднюю школу анатолий давидович поступает в сумской высшее артиллерийско-командное училище имени фрунзе списке выдающихся выпускников этого учебного заведения есть имя и нашего соотечественника артиллериста героя советского союза аббаса гулиева учился очень хорошо приезжал привозил подарки хотя какую там стипендию получал был очень очень хороший и просил он поменяйте квартиру на суммы мы будем вместе яру сынок а потом ты окончишь и тебе отправить и мы за тобой будем потом он как-то на пятом курсе на мы часто ездили с мужем по завершении учебы с отличием анатолий давидович отправляют в германию где он начал служить в западной группе войск ссср родители анатолия часто навещали сына мы ездили в германию нас очень хорошо встречала начальство благодарили нам за сына что умница и он очень много обучил солдат очень хороший был офицер мы гордились а сыночком своим и в квартире комната была вся обставленная сколько его было книг сколько его в общем и ковры весь все еще и он наверное думал там остаться во время отпуска который анатолий давидович проводил на родине будущему герою приглянулась молоденькая девушка анатолий влюбился с первого взгляда и в первую очередь сообщил об этом своей матери звонить мама приди раньше а я ручь его сынок он говорит пойдем я мне девочка понравилась я рассылок тебе уже ехать надо он говорит не а он из германии привез машину и на машине и он а не блоге ставить и он ставил там у этой женщины о ее дом большой и а под низом гараж был и он повез машину туда и увидел таню и все влюбился и он еще с девушкой никакой не целовался ни за руку не брал а увидел ее и все им я пришла с работы поехали запой и они на завтра прошли расписались а и у храме обвенчались а так красиво так красиво и бог видите металл и он уехал а назад привезли ушел сын кому-либо хоть бы ребенок оставься его это легче в 1989 году начался вывод советских войск из германии и анатолий давидович был переведен в азербайджан полк где с тех пор стал слушать анатолий дислоцировался в городе конча он приезжал ко мне рассказывал о том как ему служатся достаточно сложно они там тоже что-то по по горам лазили звуками что-то охраняли границу до 1991 года анатолий давидович служил вооруженных силах советского союза в 1992 году капитан давидович поступил на службу в ряды национальной азербайджанской армии где ему было присвоено звание майора он занял должность начальника артиллерийского штаба воинской воинской части где готовил специалистов для артиллерии о своем выборе он первым рассказал своему брату сыну моему сообщил и попросил его чтобы он когда демобилизуется приехал к нему но он демобилизовался приехал до дому и говорит мама ты знаешь что наш то ли в азербайджане и мы только письмо получили что я в азербайджане очень хорошо устроился все нормально но писал как все и потом сынок поехал мой и там уже ушел и шла война но мы не знали этого в начале 1992 года армения развязала против азербайджана уже широкомасштабную войну анатолий изучив корни причины армян азербайджанского конфликта сделал для себя вывод армения ведет несправедливую захватническую войну против азербайджана целью которой является оккупация исконных азербайджанских земель он не раздумывая встал на защиту справедливости родители пытались уговорить сына вернуться домой чтобы уберечь его от участия в активных военных действиях он был очень долго там и потом когда уже мы узнали мы писали я не знаю ли звонил муж и чтобы он срочно приезжал он больше рассказывал о хорошем чем чем о трудностях о чем-то смешном потому что был очень позитивный человек позитивный я бы даже сказал что романтичный он был романтик любил любил жизнь любил людей это конечно банально звучит но он был просто патриотом что двигало им когда он оставался на службе в азербайджанской армии я я не знаю может быть в какой-то степени тоже патриотизм то есть борьба или там мотивация справедливости 9 июня 1992 года на территории акдамского района шли кровопролитные бои в этих боях исключительный героизм проявил майор азербайджанской армии мужественный командир анатолий давидович он наносил ощутимый урон армянским вооруженным силам у села нахчеваник молодой майор лично уничтожил несколько единиц вражеской боевой техники ходе ожесточенных боев анатолий получил тяжелое ранение в голову и потерял много крови к сожалению старания врачей не принесли положительных результатов он скончался 13 июня в центральном госпитале баку 3 июля 1992 года майору анатолию николаевичу давидовичу посмертно было присвоено почетное звание национальный герой азербайджана трагическая весть о гибели анатолия застала родных и близких врасплох и через неделю начали слать нам телеграммы больше 15 телеграмм пришло соболезнования что погиб сын больше наверно телеграмм 18 пришло но мы не верили и верили а потом пришел военком и сказала что сына сына нету и через неделю через дней 12 после этих привезли на самолете у меня как раз тогда только первый ребенок родился и мне сказали что то ли погиб похоронен у нас василинках у меня там бабушка похоронен и они друг от друга не очень далеко я всегда захожу к нему на могилку цветы положить так вот просто поговорить его память по весь рост он поэтому мне очень тяжелой как-то молодой только женился вот и вот такое случилось все даже когда хорошие люди уходят это был просто шок 27 лет и ты не понимаешь как можно уйти жизни 27 лет я этого не понимал и это я сейчас понимаю долгое время еще я этого не понимал и по большому счету ну я православный человек и для меня он не погиб конечно это трагедия большая но гордость за этого человека который своим примером показывать нам правильный жизненный пример как должен каждый человек из нас жить у наша гордость к сожалению новость о кончине сына отразилась на здоровье отца анатолия он не вынес разлуки с сыном и вскоре покинул этот мир вслед за ним он очень плакал и говорю если бы я знал надо я же не знаю ну конечно мы сначала не знали что война там и он корил себя и тут от переживания его сахарный диабет ноги отказали и слеп слепой мы сделали операцию на глазах я его забралась минска он идет такой веселый жизнерадостный и только у понедельник забрала а у пятницу и он все обратно слеп и уже как лег и уже не вставал неизгладимый след в сердце матери оставила встреча в 1994 году с общенациональным лидером азербайджанского народа гейдаром алиевым расспросил как мы живем кто у меня есть и говорит я что я работаю он ведь когда пойдешь на пенсию приедете сюда семьей и понравится вам мы дадим квартиру не понравится продастей в едете в белоруссию в общем правило Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok